Брови вышли из чата. Ктюша сегодня ночью фея принесла денежку за зуб, который выпал. Я видела твой глаз. Невозможно купить на 100 франков 24 продарк. Мои орхидеи все уже нападает. Отцвела. Все цветочки упали. А у этой детка растет. Даже две. Тут уже корешок. Доброе утро. Маргушин нам сегодня завтрак готовит. Нет, это не себе кушать. Нет, нет. Ты всем будешь готовить. Сначала сыр, а потом колбаску. Можно пополам отрезать даже. Да, лучше пополам. Накрывать не будешь? Тогда колбаска поджаривается вкусно. А если ты накроешь сверху хлебушком, то он не поджарится, просто как бы согреется. Я недавно так делала. О, видишь, он согрелся. Зеленый загорелся. Кладем хлебушек, сыр и потом сверху колбаску. И накрываем. Все, накрываем. Теперь вот так вот раз. Это же можно. Только покатит красное. Да, по-моему, раз на красное погаснуть и остаться только зеленое. Это моя. Это моя. Только осторожно, вилкой не поцарапай. Вот. Теперь еще. О, смотри. Сковородка танцует. Да стоять уже, скрой. Разбивай яйца. Так кто сюда собаку посадил? Ксюш. Я не знаю. Привет. Требячик. Брови. Брови вышли из чата. Ксюш. Ну да ладно, уже все видели, что ты прячешься. Мы вчера уехали. Дома нас не было, наверное, где-то часа полтора-два. И она за это время себе надумала брови сбрить. То есть она их не сбрила, она ножницами вот так вот подрезала. Ты один раз вообще чуть ли не половина брови, да, с ней сбрила? Я один раз вообще все убрала. Да, да, вот ты все же убрала, все. Один раз. А ты две брови, что ли, срезала? Да, вон там тоже срезала. Нет, это только тут. А вон там почему не хватает? Не знаю, только тут хватает. Прям ножницами. Обалдеть. Молодец, младец. Пока вот не хочешь, Брюс? Готовится перчик фаршированный. Поплюг, он сгарит. Это твоя копилка? Там много денег? Наша. Ксюш, Кира. Ксюша сегодня ночью фея принесла денежку за зуб, который выпал. Даром. Сколько она тебе принесла? Десять. Десять? Десять франков? Да. А ты знаешь, как фею зовут? А тут мне папу лажена фея. Фея, вот она, зубная фея. Папа хочет научить Боню не гавкать, не лаять, когда звонят в дверь. А то она постоянно лает. У папы дырочка на носке. Дырка на носке. Снимай. Ксюша. Она смотрела? Да. Что? Я взяла твой глаз. Давай заходи. Все, мужик, хватит. Все, она уже не гавкает. Глянь, глянь. Как красиво у меня глаз. Перчики, смотри, какие перчики. Я? Банан. Ты, ты, банан, банан. Чистим банан. Банан, банан. Так, ладно, буду я вытаскивать. Я уже подготовилась. Ты подсчитываешь монетки? Угу. И сколько тут? Тут уже 50. Вау. Ты так собирать будешь на скейтборд? И я туда бросала, и папа туда бросал, и все, короче. Ну, тут уже мелочь осталась. Так, все. Перчики готовы. Один почему-то поджарился. Ой. Очень хорошо он поджарился. И вот этот тоже. Те, которые были у стеночки. Еще два. Еще два, да? Вот сметанка. Маргоша поехала в школу? До пяти часов? Да. Куртку надень? Да. Поеху. Давай, пока. Давай ты тоже, да, уходи в школу. Ну, мне еще не надо. Сейчас поехать. Выбирать уже подарки бабушке. Да, дырит календаря. Потому что время идет. Ксюша в школе. Ждать я ее тогда не буду, потому что она придет в пять часов. А магазин открытый, по-моему, до шести. Тогда одна поеду. Какие у нас новости насчет котика? Мы уже связались с хозяйкой. Я вчера с ней поговорила по телефону. Мне кажется, русские. Живут они в Кермании. Вот. В общем, она отправила еще фотографии. Двух девочек и рыженького мальчика. В принципе, их уже можно забирать. Но им осталось сделать прививку. Она сказала, позвонит, когда будет все готово. И тогда мы уже можем встретиться. Но она сказала, что может привезти и того, и того, чтобы мы посмотрели вот вживую. И тогда, может быть, точно определимся. Либо рыжий, либо серенький. Так что будем ждать. Надеюсь, на этой неделе мы уже поедем и заберем нашего котика или кошечку. Такс. Ну что, ребят, мы уже приехали. Торговый центр. Надеваем масочки. И вперед. Что мне... В общем, мне нужно выбрать бабушке. Я думаю, что-нибудь из косметики. Какую-нибудь масочку для лица. И еще я знаю, что ей нужна гигиеническая помада. Какая-нибудь увлажняющая. Такая вот, например. Сложно выбирать для бабули. Она особо-то такой косметикой не пользуется. Помаду. Я не знаю, какую ей помаду. Крем. Крема дорогие, поэтому не впишемся мы в полную сумму. Тут носочки разные. Но носочки тоже ей тяжело подобрать, потому что у нее ножки... Чтоб не перетягивала резинка. 4,50. Как-то они очень хорошо тянутся. Ну точно. Такие бы я ей подарила. Такие вот розовенькие, плюшевые. Такие вот беленькие. Тепленькие ножки, чтоб не мерзли. Что я здесь нашла? Я нашла мои любимые духи. И вышла новая серия. Вот такая вот яблочко. Такое яблочко. И еще вот это вот тоже новое. Нинаричи. Обожаю просто вот этот суперзап. Это вот не очень. Круто. Такой немножко цитрусовый даже. Я такой хочу. Такое яблочко хочу. Вкусный запах. Я еще хотела одни духи посмотреть. А название не помню. Увидела я. Какое у них название, я не помню. В общем, вот эти запахи не очень. Вообще ни один не понравился. Самый классный это вот этот вот золотой. А, вот она туфелька. Как она называется? Каролина Эррера. Что такая Каролина Эррера? Но они тоже разные. Есть вот такая вот черная. Еще красная туфелька должна быть. Вот она красная. Я все съела. Приехали мы. Я хотела пирог печь. Из голубики вообще-то. Но съела все. Вернулись мы домой. Вот все, что я взяла для бабушки. Нет, не дам. Нельзя смотреть. В общем, сделаем так. Невозможно купить на 100 франтов в 24 продарка. Подарка. Это просто невозможно. Почему? Потому что там цены все 5, 6 и выше. Единственное то, что стоит дешево, там 1-2 франка до 3 франков. Это вот маски, там гигиеническая помада и все. Больше ничего нет. Соль для ванной. Ну, обыкновенные маски. Нет, мы подумали. Мне кто-то даже в комментариях писал, подписчица писала в комментариях, что можно сделать так. Нас 7 человек. Правильно? Неделя. Вот в течение недели мы по очереди будем открывать по 1 подарку. Например, 1 декабря открывает Макс, 2 декабря открывает Каролина, 3 декабря открывает Ксюша, 4 декабря ты, 5 декабря я, 6 папа, 7 бабушка. Потом опять Макс, Каролина. Раз в неделю каждый по открывает по 1 подарку. Всего получается по 3 подарка. Вот тогда мы уложимся в 100 франков. Но это просто нереально. В прошлый раз, когда девчонки закупались, они закупались на 200 франков. Да, на 200. Даже чуть-чуть там где-то превысили цену, мне кажется. Ну, короче, они выделяли, мы выделяли им по 200 франков. Вот, поэтому сделаем так. Будем открывать каждый день, только по очереди. Бабушке я купила, получается, только на на 11 франков. А кто тогда нам будет покупать подарки? Как кто? 4 подарка на каждого? По 3 подарка на каждого. 4 недели? 3 недели. 24. 3 недели, получается. Да, 2, 2, 3. Нет, не весь декабрь. Получается по 3 подарка, 3 недели. Вот, также будет сумма 100 франков. Но будет всего 3 подарка. Вы можете, допустим, я вот сейчас бабушке купила на 11, на 12 франков. Еще осталось много. Я еще ей могу 2 подарка купить. В пределах вот этой суммы, то, что осталось, остаток. Поэтому так. По-другому никак не получится. Ничего больше я не нашла. Мы поехали в Малов Свитцеланд. Но вот только там Мюллер. Мюллер. Там ничего такого нет. В следующий раз, наверное, скорее всего, я поеду в этот МН Центр. Другой магазин поеду в следующий раз. Вот так вот. Не просто это. О, мы чайник не купили. А? Были в магазине, не купили чайник. Пить чай. Кто будет? Чай. Ты будешь пить чай? Будь я купила. Чай будешь? Что делали? Да, воню купила. Съели весь лаваш? Я. Ты что? Только целая пачка была лаваш съели. Иди наставили. Мама. Ты все скушал? Я с последнего лаваша себе сделала такой вот сэндвич. Тоже классно получается. Он сразу разделяется на 4 штуки. Там сыр, колбаса. Сейчас еще поджарю немножко. Вот такие вот получились сэндвичи. Горячие. Да, Боня? Будешь сэндвич? Иди туда. Нет, не надо. Нет. Нет. Ну, Лео. Не надо. Иди, беги быстрее. Папа хотел искупать души. Риккусь. Рики, привет. Рики у нас научился бегать в колесе. Теперь целыми ночами он там гоняет. Всю ночь он бегает. А днем спит. Вот видите, он как водичку пьет хорошо. Ему удобно. И здесь тоже ему, кстати, ну, в гамаке он долго не сидит. Но он залазит, получается, вот сюда. И дотягивается как раз вот до крыши. И начинает по крыше лазить. Ему очень удобно с гамака залазить. Он сейчас побежит. Все. Ну, хорошо, это колесо. Оно не так сильно шумит, как у Кики скрипела. Слышно немножко, но не так сильно, не так громко. Вот так вот он всю ночь бегает. А я сижу, выбираю себе маникюр. Хочу опять себе сделать ногти. Ну, как всегда, на пару месяцев. Я всегда делаю ногти перед Новым Годом, на Новый Год. И все, потом я их снимаю. Свои отросли немножко, но все равно хочу покрытие сделать. И вот этот ноготь отремонтировать. Это я уже буду делать завтра, потому что время у нас уже 12 часов ночи. Какой-нибудь, не хочу сильно яркий, какой-нибудь такой нюдовый оттенок. Типа вот такого. Что-то такое вот сделать. Чтоб не сильно было ярко. Либо вот такой. Только форма, скорее всего, у меня будет в этот раз квадратная. Я всегда себе делаю вот такую форму. Но в этот раз я сделаю квадрат. Вообще, я люблю больше вот такой. Больше мне нравится миндаль. Совсем забыла вам показать фотографии, которые нам хозяйка котиков отправляла сейчас. Показывала я девочку. Знаете, на самом деле, вот это вот две девочки. На других фотографиях, видимо, как-то так сфотографировали, что показалось. Глаза разного цвета показались. Но нет, они, видите, мне больше вот это нравится. Это более миленькое. Вот это вот мне нравится. Девчонка. И вот такая вот еще есть кошечка. Такой вот окрас у нее. И рыженький. Рыженький тоже мне нравится. Он мальчик. У него мордочка такая смышленая. Вот такие вот котята. И окрас у него тоже интересный. Такой рыжий и полосочки белые. Бардашка у нее такая крупненькая. Так что ждем ответа от хозяйки. Тогда уже будем думать, как будем забирать. Скорее всего, придется поехать в Германию. Но там недалеко, в принципе, где-то ехать. Час двадцать, наверное. Надеюсь, на этой неделе мы уже заберем. Хотелось бы. Ладно, буду на этом я заканчивать влог. Все уже спят. Я буду тоже отдыхать. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok